Девушки отдыхают 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 Очень, да. Территория поделена, там никого, друзей нет, он один, он наблюдает за рыбами, там прилетает ворона с утра и смотрит, как у нас там корм для карпов кои попадает к ним, и барс там же сидит, в общем, мы его очень любим, такой чёрненький с белой манишкой. Как перезимовал вообще ботанический сад и особенности зимовки в саду в чём заключаются, давайте напомним. Готовились к весне, снега там в этом году было очень много. Да, готовились, вернее, готовились с осени к зиме, поэтому перезимовало всё хорошо, были укрытия для хвойных выставлены, для молодых хвойных, для которых характерны ожоги весенние, от первого солнца, очень яркого, обгорает хвоя. Когда ещё, от лучи когда ещё, от снега отражаются, да, вот это со всех сторон вот это идёт, облучение, так скажем. Поэтому, конечно, бережём. Некоторые есть очень ценные экземпляры, редкостные, поэтому, конечно, укрытия. И обсыпаем чем-то таким тёмным укрывным материалом, укрываем снег сейчас, чтобы он побыстрее сходил, и влага впитывалась в почву, чтобы насыщение максимальное произошло, вот, и чтобы поскорее снежный покров сошёл. — Признайтесь, всё удаётся сберечь. Ну, я же знаю прекрасно, что когда садовод над чем-то очень долго трудится, да, очень печально потом, очень грустит. — Конечно, переживаем. — Если что-то не получается, да, если кто-то погибает из питомцев. — Усилия прикладываем немалые, но с розами иногда бывают сюрпризы. Розы преподносят капризные, вот, поэтому перезимовывают не все виды сорта, вот с ними бывает больше всего. — Да, прям заметно, да, весной, что всё растение погибает, да, что не пережило морозы, а подмёрзло. — И укрываем, и подсыпаем, да, прихватывает, бывает сильно. Но это бывают очень хорошие такие долгие затяжные морозы, вот, у зимы с такими морозами. — Ну, у нас этой зимой морозов-то было продолжительно сколько там, на несколько дней, да, 30-ти градусные были. — Вот сейчас посмотрим. — Ну да, в этом году ещё не видели розы у нас, как выглядят. — Да, бережём поэтому красавиц, бережём наших. — А, ну и надо напомнить, они же в открытом грунте находятся, да? — Да, конечно, да. — Да, да. — Никакой защиты там у них никакого. — Корневую систему, поэтому присыпаем чем-то торфом, например, укрываем. — Да, да, да. — Ну и большие планы у вас, много идей, да, связанных с новым сезоном. Давайте начнём потихонечку делиться всем, вот, да, и с практической пользой для наших слушателей. И они скоро могут посещать, да, уже ботанический сад. — Ну вот про скоро, давай, Елена, начну. — Давайте вот про ближайшие даты, про ближайшие дни, что будет происходить. — И что уже есть. — И что уже есть, да. — Да, раньше зимой посещение ботанического сада было невозможно. Вот нынче мы открылись в каком формате? Мы открыли лекции, занимательные лекции, интерактивные мероприятия для детей, для школьников. Это организованные группы, они проходят сейчас в том числе, поэтому можно записаться. Вот, проводят... — Телефон можно озвучить? — Он в группе есть, можно через сообщение в группе. — 74-24-33, я вижу, номер телефона. — Да, он указан на телефон, по нему... — В группе ВКонтакте. — Да, по нему звоним, записываемся, или через сообщение группы перенаправим на тех, кто ведет. Ведут замечательные студенты педагогического направления образования, умницы, полностью погруженные в тему, и с чем связаны занятия. Это беседы о хищных растениях. И чтобы было интересно детям-школьникам, мы немножко их оживили, там элементы интерактива есть, не будем... — Кого оживили? Школьников? — Мухоловку. — Мухоловку. — А, как это... — Школьников это тоже очень оживляет, потому что мы знаем, как тяжело удержать внимание на уроках, как они сидят и вошкаются, и все, что угодно в голову приходит. Тут внимание, концентрация, потому что это очень интересно. Целыми классами, группами приходят. Можно, если кто-то не организовался в группу, можно присоединиться. Поэтому мы уже будем записывать группам, которые заявляются, кого-то индивидуальных. Вот. Интересно, здорово. Поэтому, как бы, вот и развиваем вот это направление, когда очень много было активностей для взрослого населения и мало для детей. И для детей не просто школьного, но и дошкольного возраста, дошколята, ну просто, я не знаю, пищат. — В чём суть этих лекций? Вот приходят ребята, организованные группой, что они видят? — Они смотрят... — Речь идёт, я так понимаю, о хищных растениях комнатных, которые в горшках, да, произрастают? — Да-да-да-да. У нас достаточно большая коллекция комнатных растений хищных. Вот. Они летом выставляются... Те, кто могут переносить условия улицы, они выставляются на улицу. — То есть, подходит ли им температура, влажность и так далее? — Да-да. Очень трепетно относимся, потому что это очень редкие растения, очень трудно приживаются к определённым условиям среды. То есть, мы к ним относимся, ну, с максимальной заботой. Поэтому, чтобы коллекция расширялась и росла, вот пополнялась, да, и чтобы сохранялись те виды и те сорта, которые у нас уже есть, мы их бережём. Поэтому на лекциях со взрослыми и с интерактивами со взрослыми людьми мы им даём и прикоснуться, потрогать, посмотреть, и пускаешь контейнер по рядам, они могут поближе познакомиться со школьниками, такого нельзя. Вот поэтому у школьников руки сами хищные, у школьники, да, немножко такие у нас. — Несмотря на это, что растение хищник, оно может пострадать от рук детских. — Поэтому там немножко и страдают ведь, страдают. Поэтому у нас есть экземпляры, которые перекормлены, которые отдыхают. — Вот давайте сейчас поподробнее напомним так. Что за хищные растения в ботаническом саду присутствуют? — Ну, растянки, например. — Растянки. — Это прям вот мухоловка. — Это такой энциклопедический прям такой вариант. — Да, и все знают. — Вариант, все о нём знают. — Венериная мухоловка — это просто матушка перекормленная. Бывают экземпляры, ну, вообще, со всех сторон. — А как понять, что она... — Чем кормить? — Она же не может сказать, я объелась. — Все мухоловки у неё захлопнуты, ловчие вот эти побеги захлопнуты. И частое кормление, оно тоже не на пользу. — Напомните, чем кормить это существо. — Зачем тебе? — Беспозвоночный... — Хочешь прийти в ботанический сад? — Да, да. — Что-то такое мелкое, подвижное, живое. — Мелкое, подвижное, живое. — Обязательно мухи. — Личинки. — Личинки, мух в том числе, да. — Но личинки не все, они должны быть жирными. Они должны быть такими... — Питательными, да? — Нет, должны быть жирными. — На худосочную личинку мухоловка не позарится. — Позарится наоборот, да. — Да, чтобы не переедали они, да, слишком неподходящие. — С какой периодичностью подкормка производится? — Не часто. — Не часто. Ну сколько? Раз в неделю? — Ну вот если раз в неделю у нас заявлены занятия, да, вот летом было такое, раз в неделю они их кормят. И несколько экземпляров, которые... Тут главное быть внимательным очень. А то бывает так, что моргнул, а уже ловче захлопнулись у неё приспособления. Поэтому смотрим во все глаза, и особенно школьники у нас так это... — Зимой, видимо, особенности есть там. Реже, возможно, кормление нужно, да? — Да, конечно, да. — Да, они могут уходить вообще в период покоя. Иногда люди боятся, дома держат, когда мухоловку, что неожиданно все вот эти ловчие листья, они отмирать начинают. На самом деле она просто в покой уходит и спит. То есть в таком случае надо растение не выкидывать, а оставить его, чтобы оно зиму пережило, и затем оно начнёт заново красивые новые ловчие листья давать. — Да, и если полив осуществлять только дождевой водой, снеговой водой и дистиллированной вот только этим, да, тогда будет всё хорошо. Климат, влажность, но не перелив. И занятие домашних условий тоже дистиллированной водой. — Обязательно. — Обязательно. Это можно заменить снеговой водой или дождевой водой, да. Вот. И со школьниками-то вот здесь больше интерактива, когда они... Дополненная реальность, когда это используется. Например, как она открывает и закрывает свои вот эти вот ловчие побеги. И как она... — Дополненная реальность, в смысле, вы транслируете что-то, показываете? — Когда через телефон, через предложение, да. — А, ты живёшь картинку, да, там у нас... — Наводишь на куроводки. — И интересно очень. То есть то, что, например, они не видят сейчас, или демонстрационно что-то проходит, или, например, по видео какие-то ролики интересные, очень-таки живые. Они могут поближе сами. — Крупная картинка оживает, движение такое, в общем... — Ну, понятно. Не может ли же растение по команде там, да, показывать, показывать, что... — Поэтому кто-то, например, моргнул иногда, не увидел, можно повторить, можно домой унести, дарим. Поэтому, конечно, спрашивают семена... — Не растения только дарим. — Нет, нет, нет. — А вот картинку-картиночку красивенькую. — Насколько интенсивно проводятся эти лекции? — По желанию. — По желанию. — Насколько сил, здоровья, да, хватает у наших, у тех, кто проводит. — Ну, то есть индивидуально согласовываете, в общем, на каждую экскурсию. — В основном вторая половина дня, когда как по заказу, когда классу удобно, когда учитель свободен, приходят и всё. — Ну, возрастное ограничение, видимо, ноль плюс. — Очень ноль плюс приходят, да, да. — Очень ноль плюс. — Минус. В общем, да, от самого рождения буквально можно попасть. — Бывают, знаете, даже очень так приятно, бывают такие дети, когда приходят ещё с младшими братьями и сёстрами, и те вот... Перед такой, видимо, в жизни вот бывает, когда динозаврами кто-то интересуется. Многие из нас были ребятки, которые интересуются, рисовались с какими-то животными определёнными. И бывает, кто конкретно интересуется хищниками. И они начитаются с мамой, и мама говорит, мы знаем всё. — Вот-вот, я хотел спросить, а надо ли готовить-то вообще ребёнка к встрече с хищными растениями? — Это немножко пугает, что они знают. — Если забалуешься, растение себе руку откусит там, я не знаю, что ли. — Нет, руку не откусит, но очень внимательно. Это так долго стоит, когда вот эти глазки у них, они смотрят и вот прям, да ты что, не может быть, всё работает, она жива, и она это ловит и ест. В общем, как бы стараемся, всё для них, всё для них. — Хорошо, к другим направлениям давайте перейдём, кроме хищных растений. Ну вот у вас есть много чего рассказать. — Хорошо, да. Мы тогда перейдём к тому, что ботанический сад у нас всё-таки научно-образовательный центр, поэтому на его территории мы не только красоту высаживаем, но и занимаемся наукой и образованием. В частности, у нас реализуется обучение на профилях подготовки студентов наших, и мы, соответственно, со студентами делаем различные проекты для ботанического сада, которые затем мы можем реализовывать на территории. Сейчас как раз у нас стартовал новый сезон так называемой перезагрузки, где задачей наших студентов стало в междисциплинарных командах создать различные интересные интерактивные вещи. В частности, например, у нас сад пополнится различными стендами информационными, интерактивными, где мы сможем не просто что-то прочитать и посмотреть, это будет очень всё завораживающе механизировано, да. — То есть это конкретным растениям всё равно посвящённо? — Растениям, да, некоторые установки. — Тоже какая-то дополненная реальность будет? — Нет, это будут конкретные красивые стенды на определённой тематике. Я думаю, что мы сейчас эти тематики раскрывать не будем, ребята готовятся. — Ну хотя бы одну какую-нибудь, чтобы понимать. — Ну да, допустим, возьмём один из проектов, это кора древесных растений. Мы все с вами представляем огромное разнообразие древесных растений нашей области, и, соответственно, мы же не можем пойти спилить любое растение, чтобы посмотреть, что у нас внутри находится или чем отличается та или иная кора. Тем более, что мы в ботаническом саду всё-таки находимся. Мы всё-таки не сём образование, мы хотим показать, что на самом деле, во-первых, не по всем растениям древесным можно посчитать годичные кольца, банально, да. — То есть это миф? — Возраст. — В отношении некоторых пород? — Почему? Это не миф. Но это просто не для всех растений древесных характерно. Поэтому мы и покажем вам, чем внутренние вот такое вот срезы, да, продольные, поперечные отличаются у тех или иных пород деревьев. Просто у лиственных нужно реактивными определёнными обработать, чтобы годичные кольца проявились. — Да, это из... — В полевых условиях не у всех можно, да, посчитать. — Не всегда. — Да-да-да. Вот. И это всё будет наглядно, красиво продемонстрировано, как кора, так и внутреннее содержание. Вот такие вот интересные вещи. — Можно будет поиграть, как это называется, угадай мелодию, например. Когда вот поперечные или продольные спилы стоят на стенде, и когда можно, ну, позагадывать, например, где дуб, где берёза. — Это очень сложно отличить. Лиственные растения друг от друга. — Да. — Лиственницу не все находят. — Не задумываясь. — Очень нехарактерная кора для хвойных деревьев. Поэтому... — Но если поприсматриваться, а это можно будет сделать как раз на этом стенде, то, соответственно, можно будет различать и потом где-нибудь блеснуть своими знаниями. — Очень хочется идти... — Элемент образования. — Да, в ногу со временем. — Да. — И время такое, которое диктует, вот даже не диктует, а посылает запрос вот на что-то такое, что можно прикоснуться к чему-то, потрогать, аромат ощутить. — Аромат ощутить. У нас дети делают каталог. — Людям уже не очень интересно просто читать об этом, да, где-то в энциклопедии. Нужно потрогать, понюхать, извините, да, посмотреть. — Реализовать все сенсорные вот эти вот характеристики. По аромату заговорили. У нас есть образовательный профиль технологии парфюмерно-косметических средств, на котором ребята работают с растительным сырьём ботанического сада как раз. И, соответственно, мы теперь даже можем не просто рассказать, что вот в такой-то сезон розы пахнут очень вкусно, да, мы можем дать этот каталог, где будут представлены эфирные масла. И, соответственно, если... — Вы прям сами вот эти вот экстракты и вытяжки делаете? — Конечно, да, да. Этим занимаются как раз наши студенты и магистраты. — Профиль новый и новая для нас, и многое почерпаем. — То есть это прямо парфюмеров прям выпускать будут? — Да, и это происходит всё на практических лабораторных занятиях со студентами. У нас сейчас магистранты занимаются. Что они там у нас готовят? Мацераты? — Они глицериновые экстракты различные делают, мацераты различными методиками. — Что такое мацераты? — Это вот тоже как... — Это не сыр? — Нет. — Это всё для красоты. — Тоже ароматные такие, да, соединения назовём. Да, очень приятно пахнущие жидкости красивые, которые мы можем применять в продукциях косметических. — Когда горожане смогут с этим ознакомиться? — В новом сезоне. — В новом сезоне, то есть нужно подробно будет следить за анонсами, когда что будет происходить. — Конечно, конечно. Мы призываем всех и в группе присоединяться, в ВКонтакте группа есть, ботанический сад, ВЯТГУ, и там очень многое будет анонсироваться, что будет, что будет происходить и как, да. И здесь очень многое возникает по ходу. Например, какие-то практически лабораторные занятия со студентами провели, почему бы не рассказать об этом, например, в ботаническом саду на какой-то лекции. Возможно и такое. — То есть интересно получилось что-то увлекательное? Почему бы не поделиться? — И у нас раньше были профили такие, которые сейчас, ну не то что немножко устарели, просто время сейчас немножко другое, когда требуется практическое приложение знаний. Вот, например, наука ботаника, наука о растениях, ну сейчас просто как бы любители, ценители ягод и грибов, они вряд ли найдут какое-то трудоустройство для себя, да. Поэтому, а вот эти профили, которые новые, вот, сети фермерства, которые относительно красоты, здоровья. — Сети фермерства? — Это выращивание. — В условиях города. — В условиях города, да. Это профиль будущего, через год, да, будем набирать на него. В разработке еще находится. А вот этот профиль технологий парфюмерно-косметических средств, мы те же биологи-ботаники, но это практически такая вот составляющая, что это просто все работы, курсовые, дипломы, любая лабораторная работа, это все не в стол. Это все вот это рядом, это из того, что растет рядом у нас прямо в пределах досягаемости. Не нужно искать какое-то сырье заморское, и мы сейчас ищем те вещи, которые вот заявлены в лекарственном сырье, мы ищем какие-то аналоги, которые в более часто встречающихся растениях, или которые есть, например, в редких и охраняемых растениях, но их можно каким-то образом клонировать или как-то размножать в лабораторных условиях, не срывая в среде, но в них тоже сохраняется и содержится большое количество биологически активных веществ. Поэтому это и для нас новое, и первооткрыватель, и все его истоков станет. Простите, я как-то за парфюмерное направление зацепился, то есть в принципе в перспективе можно было бы вообще реальную какую-то парфюмерную продукцию на основе этого готовить, да? Это тоже один из проектов наших студентов, они на самом деле вот одни будут работать непосредственно с эфирными маслами растения, а другие у нас... У нас есть торт кировчанка, почему бы у нас не быть духам кировчанок? Вот, мы на пути, на пути, мы думаем, что на верном пути, да, и сейчас мы набрали только магистратуру парфюмерную. У нас бакалавры тоже учатся активно. Это через... Сколько они учатся уже? Уже учатся. Общие, общие, да, пока все общие биологические дисциплины постигают. А как, то есть вот они, студенты, могут просто прийти и попросить какие-то растения, или как это происходит в обсуждении? У всех у них обычно бывают научные руководители, которые, соответственно, работают в этом ботаническом саду, и они могут предложить какие-то, во-первых, свою помощь, с какими растениями можно поработать. Но если студенту хочется что-то свое делать, соответственно, мы решаем вместе этот вопрос, и либо, может быть, где-то что-то посадить можем, либо использовать уже сырье, которое собираем непосредственно в тот сезон года, в который его нужно собирать, и, соответственно, извлекаем. Ну, вот просто я сама когда-то давно пыталась как раз и вот эти моцераты делать, и воду, и проблема-то как раз, да, в сырье, потому что ты, особенно, когда ты в городе, ну, вот элементарно где, что, куда искать-то, то есть там то, и сырье уже должно быть хорошее. Сырье очень хотелось бы, да. А покупать кастрюлю, ты же не пойдешь в цветочный магазин и вот эту срезанную розу не возьмешь. Магазина ни в коем случае нельзя, потому что обработка идет очень существенная. Да, это все-таки и народные, так скажем, во многом. Поэтому, конечно, здесь не стоит. А тут мы все-таки за качество вручаемся, выращиваем, тут местное все. Ну и прежде всего ботанический сад, вот Вятский государственный университет, мы институт биологии и биотехнологии. В ВятГУ много институтов, вот наш называется институт биологии и биотехнологии, это прежде всего высокое... Как по старинке, есть геофак, да, раньше называлось? Это до объединения педагогического с политехническим. И в нашем институте очень много высокотехнологичного оборудования, которое позволяет проанализировать состав, сделать вытяжки какие-то, да, определенные как-то там законсервировать. И еще очень интересный момент, очень много вокруг лекарственного сырья, лекарственных растений. И они тоже могут быть полезны в качестве парфюмерно-косметического сырья. И вот здесь вопрос, стоит ли ждать, пока они дорастут до состояния спелости, зрелости, да, или можно, например, это сырье использовать в состоянии микрозелени. То есть все... То есть когда она только-только вот еще, да? Только популярность. Поэтому все, что содержится во взрослом растении, мы вот сейчас смотрим, начинаем с некоторых видов, на каких этапах появляются уже и накапливается в достаточном количестве это вещество, чтобы, возможно, его было использовать. А как вы узнаете? Достаточно. Анализ? Анализ выращиваем на разных этапах, срезаем, консервируем и анализируем состав. Ну, зависит от того, чего мы ищем вообще внутри этого растения. То есть не так, что какая-то волшебная машина показала нам, что внутри содержится, да, мы изначально все-таки проводим эти исследования. По интернетурным источникам, да, отбирается, какие группы веществ есть. Необходимо. Ну, я хоть и гуманитарий, конечно, да, но я там отдаю себя, что если ты хочешь какое-то вещество получить конкретное, да, надо подробно изучать, а на каком этапе развития, да, оно наиболее там выделяется, да, велика его концентрация и так далее. В общем, очень кропотливая работа, конечно. Да, с лабораторными исследованиями, понятно, вот мощности в плане именно самого сырья, они все сосредоточены в ботаническом саду или у вас где-то еще есть площадки какие-то, тепличные хозяйства или открытый грунт, не знаю. Так, ну в ботаническом саду у нас, во-первых, не только открытый грунт, у нас там есть и закрытый грунт, это наша оранжерея, эти лица у нас находятся на его территории, плюс у нас, конечно же, еще лаборатория в Институте биологии и биотехнологии есть, где если, например, мы какие-то микрозелены это уже выращиваем или если какое-то где-то микроклональное размножение, опять же, касаемся клеточных каких-то технологий, это все, конечно, происходит в лабораторных условиях, не на территории ботанического сада. Да, стоит понимать, что ботанический сад – это не поставщик сырья. Это как бы… Научный образовательный центр. Рекомендация, которая предлагает, дает рекомендации и на основании этого уже, например, кто-то уже, кто занимается сырьевой вот этой поставкой, кто-то, например, он уже может искать способы, где, например, посадить или собрать. То есть вы дали одну штуку, грубо говоря, человек посмотрел, подходит, масштабировать уже свои силы. Да, можно, например, на гидропонных установках что-то вырастить, если это на ранних стадиях развития уже содержится это вещество. Ну или такие есть специальные там у нас отделы в ботаническом саду, где студенты на красивых грядках, таких назовем, да? Ну вот про аптекарский огород, наверное, стоит рассказать. Сейчас как раз коснулись темы лекарственных растений, рассказали про косметику, лекарственные растения. Новинка сезона, да. Новинка сезона – это аптекарский огород. Так, что у вас там есть, что представлено? Раньше был закрыт, законсервирован. Да, в аптекарский огород, во-первых, это очень уникально, он был всегда, да. Раньше просто к нему пробраться было довольно проблематично, сейчас мы там… Там же на территории Ботсан. Да, теперь мы сделали туда красивенькую дорожечку, очень красиво спроектировали там участок, и, соответственно, теперь можно будет познакомиться с различными видами как дикорастущих, так и культурных растений, которые применяются в официальной медицине и в народной медицине. Ну что туда входит, например? Ну что у нас там? В основном то, что… Бадан, да, возьмем. Бадан. Различные растения, богатые сердечными гликозидами, эти же самые купены. Слушайте, у меня какие-то более простые названия приходят на ум. Ромашка, пижма. Будет и пустырник. Есть это всё там, да? Ну почему? Это просто мы как-то не говорим про них, потому что оно, само собой, разумеющееся. Ну то есть… А нормальчик лекарственный точно есть. В целом-то лекарственные растения, они наши, вот для наших климатических условий, да? Иногда они предстают в другом свете, иногда было так, что они были не видны, были такие заросли, да? Мы сейчас очень красиво их рассадили в лунки, отстоят они друг от друга, то есть растения обособлены от другого и не смешиваются с ним. И вот здесь как раз на помощь приходят наши любимые, дорогие студенты наши, умнички наши, в которых любим и верим, да? Когда они помогают по поиску информации, по изготовлению каких-то QR-кодов, через которые можно перейти и без того, чтобы брать… Да, если, например, человек сам своим ходом может в своём темпе, например, узнать что-то о растениях, выбрать для себя, какие возможно… Мы не говорим, например, что изготовьте отвары там и можно навредить здоровью, нет, просто как бы… Приготовьте козелье, эликсир жизни, приготовьте козелье, всегда помните, что лекарства от яда отличаются дозировкой и лучше без рекомендации врача не заниматься самолечением. Это правда, да, это правда. Кстати, как лекарственные растения, они во взаимоотношениях с другими растениями, их могут забить, задавить тоже? Или лекарственное растение, оно само по себе всегда сильное? Мне кажется, там такой бодан, что… Это от группы не зависит на самом деле от того, что это лекарственное растение. Они могут быть совершенно разными по экологическим своим группам, поэтому они могут быть как выносливыми, так и невыносливыми. Там зависит уже скорее от, во-первых, семейства, вида. Мне кажется, любое растение немножко лекарственное, если чуть-чуть его. А, это на самом деле так и есть. Мы возьмём банально дуб, это же такое шикарное дерево. Ну, да. Это столько много средств. Ну, в том числе, да, дубильные вещества. Да, да, там прям много можно сделать. И вот в этом сезоне, получается, аптечный… Аптекарский, да. Аптекарский. Да, засияет и предстанет обновлённый. У нас 20 секунд до рекламной паузы. К нему есть доступ, маршрут, и будем показывать. И я так думаю, что путевые какие-то дорожки сделаем. Например, это так, или какую-то схему сада. Да нет, будет всё, конечно, да. Это у нас план-то готовится, поэтому я думаю, что не проблема. Давайте на рекламную паузу сейчас уйдём. Да, Екатерина Лилекова и Елена Душина у нас в гостях. Говорим мы про новый сезон в Ботаническом саду Вятского госуниверситета. Продолжим через полторы минуты. Дневной разворот продолжаем. Екатерина Лилекова и Елена Душина у нас в гостях. У меня такое ощущение, что сегодня 8 марта мы как-то сегодня про цветы говорим, про весну. Ну что, почему бы и нет? Солнышко за окном сияет. Это весна, весна, да. Так, а когда вообще ботанический сад откроется? Вот чтобы уже что-то вот можно было посмотреть не 3D. Ботанический сад, да, откроется сразу же, как там всё расцветёт. Вот мы не будем ждать ни минутой позже, ни минутой, и ни днём позднее не откроемся. На майские праздники уже что-то можно будет? Мы надеемся, мы надеемся на яркую, хорошую, тёплую весну. Поэтому, да, поэтому всё, что было закуплено и посажено, и на что возлагаются большие надежды, всё это расцветёт буйным цветом и красками, и ароматами, брызгами яркости и зеленью. Про тюльпаны расскажите. Да, 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 вот Даша сейчас произнесла слово тюльпаны, и у вас в анонсе сказано о том, что уникальная какая-то коллекция тюльпанов в этом году. Тюльпаны – это один из символов весны, в принципе, да, можно считать. И на них так сложно успеть, потому что они же быстро, вот они как просто и... Да, кстати, можно немножко замечания, кстати, вот в этом году снова на 8 марта очень много тюльпанов было, они везде продавались. Для меня, честно говоря, это не очень естественно. Для меня тюльпаны ассоциируются в первую очередь с 9 мая. Нет, это гвоздики с 9 мая. Мы не знаем. Точно-точно. Тюльпаны на 8 марта – это нормально. Тюльпаны на 8 марта. Гвоздики на 8 марта. Да, не сомневайся. В общем, ладно, что с тюльпанами в ботаническом саду? Тюльпанами всё замечательно, надеемся, что будет. И мы преобразили входную группу, где они зацветут красивой дорожкой. Вот эта зона, я так думаю, что многие из слушателей уже у нас бывали, это зона, где заходишь в ботанический сад, и с правой стороны тополя, аллея тополей. И вот под ними будут такие красивые группочками расположены тюльпаны, и с правой, и с левой стороны. Вот поэтому и низкорослые, и раннецветущие, и с поздним затяжным цветением есть, и махровые, и в один ряд лепестки. Возлагаем большие надежды, прям предвкушаем. Махровые в один ряд лепестки. Вот видовой признак, вот какой есть, без всякого расчленения, рассечения лепестков. И вы знаете, самое главное здесь было подобрать по длительности цветения, чтобы они в одночасье все не процвели, чтобы оно было растянутого времени. Так волной такой, да? Волной. Чтобы эта волна продолжалась. И на фоне общего цветения сада, общее пробуждение сада, оно чем символизируется? Там очень много первоцветов. Вот как многие называют, подснежники, например, да? Это группа первоцветов, так она и называется. Сонтрава её называют. Сонтрава, прострел. Одна из них, да. Здесь прострел, да. Ветреницы, много геоцинтов, очень много хианодоксы. Всё то, что связано с пробуждением, с весной, с обновлением, с тем, что перезимовало очень глубоко в почве, выходит и радует, и первые лучи солнца, да, конечно же, всё, всю энергетику солнечную впитывают и отдают вот там такая отдача. Поэтому, конечно, как начнёт всё расцветать, подчистим, облагородим территорию песни и сразу будем открываться. Уже первый первоцвет начал зацветать. Мы увидели, если следите за нашей группой в ботаническом саду, Ива Козья Килманрок, Килмарнок, да, она уже у нас начинает свисти. Это нежность какая-то, да, и не только травянистые растения, но и древесные пробуждаются. А вы растениям, кстати, как-то помогаете пробудиться? Ну, там, не знаю, снег подгребаете немножечко как-то? Вот я и говорила, мы разбрасываем, ворошим снег и разбрасываем какое-то что-нибудь такое мульчирующее вокруг стволов, чтобы побыстрее растаял снег. И тёмное, да, чтобы солнечные лучи привлекать к этому. Ну, и ботанический сад, он такой и сам по себе солнечная территория, там очень быстро всё сходит. И вражеская там система, это всё очень быстро стекает и осушается. Про оранжереи мы ещё хотели рассказать, что там. Фотографий уже очень много в группе, всё это прекрасно, что можно посещать? Сейчас, в данный момент, пока нет, но летом, конечно же, экскурсии по оранжереи будут продолжаться. Они начали у нас, вернее, мы начали их проводить в прошлом году, это был наш бенефис, скажем. Я просто бывала, но вот в оранжереи не была, и нужно записываться. И вы знаете, вот когда люди... Это уголок лета такой, да, всю зиму? Да, всю зиму там было очень красиво, и сейчас там стало особенно красиво. Мы расширили ассортимент некоторых видов, вернее, некоторых направлений работы нашей оранжереи. Конечно, у нас увеличилось количество хищных растений, про них мы сегодня уже говорили. У нас одна из самых больших коллекций в России хищных растений. У нас стало больше папоротников видовое разнообразие. Это в оранжереи, собственно? Да, в оранжереи. Сейчас у нас там цветут красиво рододендроны и азалии, но как мы... Но сейчас почему не открытая оранжерея? Потому что там рассада. Да, поэтому мы... Большая часть пока заняты, поэтому там такая скученность, как бы вот всё это загруженность, оранжерея очень большая. Потом, когда однолетние растения перейдут в теплицы, которые на улице неотапливаемые, там освободится территория и, возможно, станет приходить и наблюдать, и смотреть. И очень радует, что запросов очень много идёт от горожан, что вы хотели увидеть, как там про прививки, например, про способы ухода, какой-то специализированной группы. Поэтому это, конечно, не даёт скучать и нам, и развитие и наше тоже идёт, то есть ответ на запросы. А, то есть вот, например, человек хочет у себя в саду, да, какой-то вот, ну, более профессиональный, не знаю, заняться цветами, можно прийти к вам. И звонят, спрашивают. Если вопросов очень много, это объединяется в какой-то, например, в какой-то один ответ общий. Или, например, на экскурсии, как ты посвящаешь. И вот призываем просто вот даже от души просим, не просто следить за новостями, например, что-то расцвело, что-то появилось в ботаническом саду. В группе ВКонтакте есть запись на экскурсии. Поэтому вот сейчас, когда ботанический сад откроется, и сами проводим летом вечерами обзорные экскурсии, есть и оранжерея, и хищные растения. То есть, например, а как можно записаться, где прийти? И в кассе вам расскажут, когда и кто ведёт там. Некоторые прямо на имена приходят. Вот кто ведёт лекцию, я хочу послушать вот этого человека, например. Можно и так. Вот можно и коллективные заявки, и групповые бывают, да. И если, например, к нам приходят школьные группы, это тоже у нас студенты, мне кажется, на подхвате, на любом, да. Студенты нашей педагоги, которые они проводят просто вот с душой. Ну, это их специфика, их работа, да. И мы всячески поддерживаем, потому что педагог – это актёр, импровизатор, это такой человек, который наполнен информацией, и как её передать, да, разными способами, возможно. Ну, и для детей у нас никуда не деваются квесты в этом году, их станет, мне кажется, ещё немножко тематика расширяется, возрастной группой нет. Что, они ищут растения? Они ищут растения, и они, знаете, ой, такие душевные бывают, эти детские, такие экскурсии, они, мы включаем поливалки, и они кормят рыб, и эти радостные возгласы детей под лучами солнца, эти панамки беленькие, которые тут снуют под этими, под брызгами. То есть они узнают о растениях, не просто какую-то сухую информацию, это в увлекательной форме представлено. Нашёл, сравнил, открыл клад, у нас там есть сотрудник, который мы называем его хранитель сада, в общем, всё, всё, что может. В программе лекций, в программе экскурсии что-то новое ожидается в этом году? Ну, я напомню, что традиционно в летнее время, где-то примерно в 5-6 часов вечера, да, вы приглашаете вот жителей города, как-то будете расширять тематику? Тематические экскурсии, конечно, у нас остаются, и, соответственно, и на каждый месяц мы опять же будем выкладывать расписание, кто когда что ведёт. По поводу тематик. Вот обзорные больше всего пользовались спросом, обзорные. Да, мы так статистику подводили по прошлому году, обзорные экскурсии сильно выстреливали. Оранжерея очень, очень была выстреливана. И в оранжереи не просто рассказываем и даём познакомиться с какими-то группами растений, там точно так же парфюмерно-косметические средства очень тесно связаны. Да, показываем как раз экстракты, даём понюхать, всё это к нашим ручками извлечённое, что не просто так, но голословно говорим, что это полезно и романтическо, а ещё и показываем всё. И у нас нынче же, вот Елена говорила уже про проекты, когда мы объединились, наш институт биологии объединился с политехническими институтами. Дети, которые мехатроники, или как мы их называем, да. Поближе, Екатерина, к себе в микрофон немножко, да. Мехатроники? Мехатроники, так мы. Технократы. Екатерина Валерьевна опять всё путает, ну ладно, пусть будет так. Да я, вы знаете, всё, что не касается мира растений, животных и вот этой мира природы, меня очень завораживает человек, который знает, как, куда, что прикрутить, нажать, чтобы всё заработало, закрутилось и запоказывало. Это просто для меня уровень, бог, я не знаю. Поэтому, конечно, мы таких детей объединили с нашими детьми, которые знают... Как что посадить. Как что посадить, да. И чтобы ребёнок, который знает, как посадить, а тот, как покрутить, это всё у нас выливается в какие-то информационные... Это вот как раз наши междисциплинарные проекты. И проекты, да. Когда ты зашёл в оранжерею, например, там по мановению, там я не знаю, какой лучше... Коллаборация называется, кстати, с модным словом современным. Да, конечно. Всё для детей. Водоём будет. Водоём пока остаётся в таком же виде, как был в прошлом году, один. Вот наши карпы, кои, взрослые, они отправлены в более большой водоём. У нас мелочь молодёжь, которые молекулами были в прошлом году, мы так их ласково называем. А нынче они, да, превратились в такие... Они уже подросли, они готовы к будущему, они ждут посетителей. И корм посетителей, да-да-да, особенно маленькие малыши у нас кормят их, а-ха-ха. Карпы, кои, они, конечно, вот сейчас их... Что это за особенная такая разновидность? Вот очень интересная разновидность карпы, кои. Они пришли к нам из восточных стран, да, там она считается вообще чуть ли не священной рыбкой, да. Есть даже целый праздник, посвящённый карпу, кои, у них в семье. Ну, основные-то признаки этой породы карпа вы сохранили? Сохраняются. То есть это живучесть карпа, как правило, да, они всеядные, они уже попало там... Рызенькие, красивенькие. Да, я видела этих карпов, я их видела в парке Краснодар. Да, и там огромный такой вот тоже бассейн с этими карпами, и там всегда куча людей, просто все сидят и смотрят на этих, они очень завораживаются. Чем больше водоём, да, чем больше водоём, тем быстрее и интенсивнее они растут. Их, по-моему, невозможно перекормить. Ой, они так интересно едят. Мы когда показываем детям экскурсии проводим. Ну, с чавканием, видимо, каким-то, да. Там такое чавкание на полуботанического сара стоит. Там кувшинки, листья кувшинок просто ходуном ходят, они грызут эти черешки, подрывают там. Они питаются водного гиацин, да? Водного гиацин, да, и водного гиацин. Там такие корневая система очень такая мощная, да, и когда поднимаешь, то есть, например, в понедельник она ещё была такая, ого-го, и ничего, к пятнице она может быть очень даже погрызанная. Погрызанная и погрызанная, потому что... Да, потому что у рыбок пиры было, они погрызли. Да, видимо, они что-то отмечали, чей-то день рождения. Давайте в оставшиеся минуты нашей беседы ещё раз всё-таки жителям города напомним о правилах посещения ботанического сада. Всё-таки эту прелесть можно не только любоваться, трогать, обонять, но ещё и беречь, да? Всё-таки подход должен быть именно бережливый. Беречь и сохранять. И мы все с вами понимаем, когда вот эта красота предстаёт перед глазами, люди, которые ценят это, они понимают, какой колоссальный труд. Здесь сколько рук заботливых, с любовью всё это, творить всю эту красоту. Поэтому, конечно же, если нам очень хочется, небольшую веточку, но мы понимаем, что население Кирова достаточно велико, у нас ещё гостей очень много. Поэтому каким-то образом, я не знаю, или договориться, или у нас есть формат ярмарок осенний и весенний, тоже мы будем это всё анонсировать в группе. В любом случае формат ярмарок, то есть как-то беречь и удерживать себя. Как бы ни хотелось, силы, воли плюс характер, дорогие мои, но нет. Потому что это всё увядает и всё это истощается. И как бы всё, что, когда ты, например, вчера, вот сколько угодно случаев, вот даже просто от души, вчера посажено, сегодня этого просто нет. Поэтому, конечно, и у нас так взор потухает. Не хотелось бы такого, да. Ну, да, не лучшим образом, да, сказывается. Желание работать, да, всё-таки вы... Поэтому пусть будет красиво. Мы понимаем, что для людей вы хотите как можно больше отдать, как можно больше рассказать, показать. Случаи какого-то вандализма с ботаническим садом в последнее время, они продолжаются. Пусть имеет, у нас всё спокойно, всё хорошо, у нас прекрасный город воспринимает. Кто-то пытается перебраться за ограду и так далее. Мне кажется, это единичный случай. Как бы пусть, ну, как бы порицание это будет, ну, я не знаю. Ну, через ограду к нам никто не пытался уж проникнуть, поэтому... Ну, случаи, да, были, хищения были, ну, в общем, как бы неприятно об этом говорить. И просто мы настроены по-светлому, с душой, с любовью ко всему этому, поэтому мы как бы думаем, что точно такой же настрой и в нашу сторону идёт. Берём хорошее настроение, удерживаем себя от поломки растений и наслаждаемся природой. Вот все правила. Спасибо, да, что сегодня пришли к нам в гости, в студию и рассказали о планах работы Ботанического сада Вятского госуниверситета на ближайший сезон. С Лидией мы ещё раз напоминаем, да, за анонсами всевозможными в сообществе во Вконтакте. Да, Ботанический сад ВятГУ. Да, пожалуйста. Ждём, ждём сезон. Готовы? Карла Маркса 95, напомню на всякий случай адрес. И номер телефона тоже могу подсказать ещё разочек. Он указан в группе Вконтакте как раз 74-24-33. Я думаю, что, там, не знаю, в самом начале, может быть, сезона, да, нового открытия ещё раз встретимся, ещё раз поговорим. Да, да. Спасибо большое. Екатерина Лилекова, руководитель научно-образовательного центра Ботанический сад ВятГУ. И Елена Душина, младший научный сотрудник научно-образовательного центра Ботанический сад ВятГУ. Да, спасибо большое. Вам тоже хорошего дня. Мы с Дашей будем продолжать наш разговор, нашу программу, наших гостей отпускаем. У нас ещё небольшая такая тема. На ближайшие 10 минут, на завершение передачи, мы хотим поговорить о текущей ситуации с заболеваемостью гриппом, простудными, ну, как мы их обычно называем, да, простудные заболевания, гриппом, острореспираторная вирусная инфекция. И Роспотребнадзор нас уже начал предупреждать о серьёзной напасти, которая преследует нас каждый год. Кстати, это к садоводам тоже напрямую относится, да, когда весной сейчас поедут люди, начнут разбираться. Это не просто напрямую, мне кажется, это первые люди, которые страдают. Да, начнут разбираться, прибирать свои приусадебные участки, дачные участки, в общем, с клещами. Огромная вероятность сейчас столкнуться у нас. В апреле, по-моему, в прошлом году, если мне не изминает память, уже первые укусы были зафиксированы. В апреле, да, нас Роспотребнадзор об этом ежегодно информирует, можно ли сейчас прививаться, нужно ли сейчас прививаться. Есть ли смысл, да. Да, как это делать. Я, честно говоря, никогда от клещевого цифолита не прививался, не было такой потребности. Я каждый раз думаю о том, что нужно это сделать, чтобы вот этот вот клещевой период, ну, потому что это же май, вот июнь, да, достаточно хорошее время года, когда ещё нет жары. Можно было куда-то с детьми также вот выбираться, потому что я боюсь, если честно. Я однажды снимала с брата клеща, и мне хватило просто на всю жизнь. Помнишь нашего коллегу-звукорежиссёра Дениса Князева? Да, конечно. Да, да. Я помню, несколько лет назад он пришёл просто на работу сюда, к нам в редакцию, на смену, да, и что-то вот чувствует у него на ухе что-то такое, образовалось какой-то бугорочек. Человек просто из дома на работу пришёл, всё, он нигде не валялся, ни в траве, ни ходил по кустарникам, он принёс на себе к нам сюда в студию клеща. Любовь Басарыгина с нами на связи, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Любовь Александровна. У нас есть несколько минут. Для начала мы хотим всё-таки актуализировать данные по текущей заболеваемости простудными, да, как мы их привыкли называть, грипп, ОРВИ. В официальных сообщениях управления Роспотребнадзора мы прочитали уже, говорится о том, что показатели снижаются, не так ли? То, что касается у нас заболеваемости гриппом, да, у нас заболеваемость по итогам прошлой недели снизилась на 40%. Здесь мы видим хорошую тенденцию к ниженерии заболеваемости. С чем это связано? Ну, уже потихонечку заканчивается сезон, уже пора снижаться, конечно. У нас для всех заразных, скажем так, для данных инфекционных заболеваний, которые относятся к группе ОРВИ, для них как бы... Ну, сезонность характерна, да. И ясно выраженная сезонность. Если смотреть по ОРВИ с гриппом целом, то здесь, да, мы видим, что у нас заболеваемость уже две недели подряд, ниже эпидпорогов, то есть эпидпороги у нас не превышены. При этом мы имеем, скажем так, по итогам прошлой недели небольшое увеличение заболеваемости на 7% среди совокупного населения. Любовь Александровна, а как вообще в этом году оцениваете масштабы, да, вот этой эпидемии? И грипп в этом году к нам наведывался, да, свину опять? В сочетании с коронавирусной инфекцией, да, очень много всевозможных нюансов. Ну, конечно, этот эпидсезон был очень тяжелый и был очень напряженный. Напряженный, во-первых, у нас с вами, давайте вспомним, что 2020-2021 год у нас за счет того, что проводились достаточно серьезные ограничительные мероприятия, был низкий уровень заболеваемости и гриппом, и мы регистрируем, в том числе, и снижение заболеваемости ОРВИ. В этом сезоне, конечно, у нас была и иммунная прослойка лиц гриппу ниже, и иммунитет у людей ковидом был ослаблен, поэтому мы получили достаточно серьезную проблему. И по гриппу рост был очень высокий, и проблемы по росту самих ОРВИ, то есть показатели были очень высокие у нас. Что касается коронавирусной инфекции, мы следим за сообщениями Роспотребнадзора. В последние дни, ну, на уровне нескольких десятков, да, вновь выявленных случаев. Ну, по-моему, даже сайт уже StopCoronavirus.RF, который перестал, по-моему, уже даже отмечать, обновлять данные. То есть уже действительно ситуация настолько улучшилась, что можно уже сказать, что эпидемия – все. Нет, заболеваемость у нас, коронавирусная инфекция, она, конечно, регистрируется. И на фоне снижения заболеваемости гриппа мы за последние недели отмечаем рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Так у нас по итогам прошлой недели всего было зарегистрировано 274 жителя. К показателям предшествующей недели рост у нас был 26%. Причем мы видели увеличение именно заболеваемости, очень, скажем так, хорошая среди детского населения. Там заболеваемость у нас увеличилась на 45,9%. Давайте вспомним, что у нас все-таки иммунная прослойка среди детского населения за счет, скажем так, того, что там не проводилась вакцинация детского населения намного ниже, и поэтому заболеваемость выше, поэтому, конечно, настороженности нам нельзя терять в отношении данной инфекции. Да, безусловно, мы понимаем, да, несмотря на то, что цифры эти снижаются благополучно, все равно о профилактике нельзя забывать. То есть обычные вещи, мыть руки, мыть лицо, да, пользоваться какими-то иммуноукрепляющими средствами, это все, конечно, не помешает до завершения холодного сезона. У нас есть пять минут для того, чтобы поговорить о еще одной проблеме, да, которая у нас традиционно весной возникает, это клещи. Не передохнуть. Гриф закончился, начались клещи. Сразу начну с вопроса, Любовь Александровна, фиксируется ли уже на территории области первые случаи нападения, да, кровососов на людей? Нет, у нас сейчас все-таки с вами пока погода неблагоприятная для них, но обычно первые вот укусы клещами мы регистрируем, это начало апреля. В прошлом году, это у нас было 8-9 апреля, вот были первые два случая укусов. Конечно, хотелось бы отметить, что Кировская область у нас эндемична по клещам энцефалиту, причем все районы у нас неблагополучны. И у нас уже второй год, Кировская область, мы являемся лидерами по Российской Федерации, по уровню заболеваемости клещи энцефалитом. У нас, например, по итогам прошлого года, показатель заболеваемости превышал средний российский в 9 раз. То есть у нас было зарегистрировано 150 человек, заболевших клещевым энцефалитом. Из них 20 случаев, это были дети до 17 лет, причем хотелось бы отметить, что все заболевшие были не привиты против клещевого энцефалита. Основной способ заражения это непосредственно контакт с насекомым, да? Да, основной путь у нас передачи это трансмиссивный, то есть когда у нас, скажем так, присасывается инфицированный клещ. Также у нас активно на территории Кировской области и элементарный путь реализуется, когда у нас употребляют клещу, термически необработанное молоко, коз в основном, а либо продукты из них, у нас было 6 случаев в прошлом году зарегистрированных клещевым энцефалитом, которым именно был доказан элементарный путь заражения. В основном это у нас дети, поскольку родители стараются напоить детей, по их мнению, полезным именно сырым, козьим молоком, и, соответственно, мы получаем такие случаи. Вакцинироваться уже поздно? Нет, еще не поздно вакцинироваться. У нас обычно две схемы реализуются по вакцинации клещевого энцефалита. Основная схема это у нас, когда мы начинаем прививаться с осени, а и схема у нас, когда мы начинаем прививаться экстренно весной, поэтому, в принципе, еще прививаться не поздно. А весной там однократное какое-то введение препарата или как оно происходит? Нет, здесь неоднократно. У нас считается законченный курс вакцинации, когда человек получает три дозы. То есть, например, одну дозу осенью, затем весной, и потом ревакцинации через год. Точно так же весной мы получаем две дозы прививки, но, скажем так, с меньшим интервалом. Это нужно смотреть для каждой вакцины, он свой, прописан в инструкции. И затем мы ревакцинируемся через год, и в этом случае мы уже считаемся, что у нас законченный курс вакцинации, мы защищены дальше. В зависимости от вакцины у нас требуется ревакцинация один раз в три, либо в пять лет. Давайте напомним, тут я где-то на днях в одной из групп видел этот вопрос. Мама интересовалась, можно ли сделать прививку ребенку, по-моему, шести или семи лет. Для детей тоже предусмотрены прививки? Конечно, в зависимости от вакцин дети могут прививаться уже в среднем с трех лет. То есть, пожалуйста, если родители считают, что это им необходимо, это очень хорошо, если они своих детей безопасят. Потому что, к сожалению, клещевой энцефалит – это настолько тяжелая нейроинфекция, и она так часто, если, скажем так, не вовремя обратиться к врачам, дает осложнения, которые именно связаны с нарушениями по центральной, скажем так, нервной системе. Поэтому, конечно, детей надо в первую очередь прививать, поскольку они у нас, скажем так, наиболее, как бы менее защищенная группа населения. И давайте еще раз напомним уж, раз мы говорим о таких серьезных вещах, в преддверии сезона, увы, с этим столкнемся, мы, да, этого не избежать уже, нужно будет держать ухо востро, что называется. Как будет система работать? То есть, куда можно будет сдать на исследование клеща, где можно будет попросить избавиться от него? То есть, это все поликлиники, да, Кировской области? Да, вот в прошлом году от нас были поликлиники Кировской области, у нас были районные больницы, районные больницы в районах наших, также у нас круглосуточно в травматологии можно было удалить клеща. На исследования у нас в основном в прошлом году принимали это лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, лаборатория инфекционной больницы, ЛАЙТ и, по-моему, Афлоцентр, если я не ошибаюсь. Ну, у нас, учитывая то, что многие, скажем так, оформляют страховку перед сезоном, да, там четко указано, в принципе, для людей, схема расписана, куда сдавать, куда обращаться за медицинской помощью, что очень, в принципе, удобно. Да, и в случае страхования, ну уж так по-человечески подсказать, там в рамках страховки оплата происходит этих услуг, и в сам момент обращения тебе ничего платить не приходится. Это очень хорошо, конечно. Очень хорошо и очень удобно. Да, благодарим вас, Любовь Басарыгина, начальник отдела эпидемиологического надзора, управлению Роспотребнадзора по Кировской области, была с нами на связи. Ну что, держим ухо востро, да, еще раз повторю. Мы следим за своим здоровьем и занимаемся профилактикой. Владимир Сметанин, Дарья Топузьева, дневной разворот на этом завершаем. Дарья Топузьева, 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 дарья Топузьева. Дарья Топузьева, дарья Топузьева, дарья Топузьева, дарья Топузьева, дарья Топузьева, дарья Топузьева.